Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня наконец-таки укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы также будем продолжать учиться играть на укулеле. В прошлых разборах я посвятила теме боя, поэтому если вы до сих пор не смотрели, то обязательно посмотри. Но сегодня мы с вами разберем еще один способ игры на укулеле перебором или по-другому арпеджио. Но если у вас уже возникают вопросы, что это за два непонятных слова, для того я сегодня снимаю это видео, чтобы вам все это объяснить. И при тем, как изучать тему перебора или по-другому арпеджио, нам нужно понять или изучить, что же такое аккорд. То есть мы привыкли слышать такое, мы зажимаем аккорд СМ, зажимаем аккорд АМ, а что же такое аккорд? Аккорд это когда три и более звука зажимаются одновременно. И если эти три звука играются одновременно, это аккорд, а когда эти звуки играются поочередно друг за другом, это уже арпеджио или по-другому перебор. Термин перебор это немножко топорное дворовое понятие, поэтому лучше это назвать арпеджио. Если вы будете говорить, я вам сейчас сыграю песню с арпеджио, все-таки, вау, ты что, учился музыкалке? И получается, что одни и те же звуки я могу сыграть как боем. Так, при помощи арпеджио. Ну и перед тем, как понимать, как это все, блин, играется так красиво, еще при этом так звучит, давайте повторим, что у нас есть 4 струны, и нумерация идет снизу вверх, то есть первая, вторая, третья, четвертая струны. Существует несколько видов арпеджио, разобьем это на простые и сложные. К простым относятся восходящие, то есть от четвертой к первой. Возьмем самый базовый аккорд С, А, М, Ф. Играем восходящий арпеджио. Есть нисходящий арпеджио, по-другому от первой к четвертой струне. И смешанное арпеджио от четвертой к первой и наоборот. Все эти арпеджио относятся к простой группе. Теперь разберем сложную группу, к ней относятся ломаные арпеджио. То есть у нас уже идут не подряд какие-то струны, а они уже в хаотичном порядке. Допустим, третья, первая, четвертая, вторая. Также могу писать ноты в скобочках. Допустим, сейчас возьмем 4, 3 и 2 в скобочках, 1. Когда у нас пишут струны в скобочках, это значит, что мы их играем одновременно. И получается... И чтобы правильно играть арпеджио, нам нужно понять, как же играть-то пальцами, потому что до этого я играла все указателем, и теперь непонятно, у меня сейчас пальцы запутаются. И чтобы играть правильно арпеджио, мы должны помнить про положение пальцев. Наши пальцы закреплены за каждой струной. У нас есть 4 струны, и в арпеджио участвуют 4 пальца. То есть все, кроме мизинца. И каждый палец отвечает за свою струну. И получается, что за четвертую струну у нас отвечает большой палец. Далее у нас уже идут пальцы по порядку. То есть за указателем третий, за третьим пальцем вторая струна, и за безымянным пальцем у нас уже первая струна. Не нужно играть перебор все одним пальцем, чтобы вот такого не было. Так неправильно, потому что когда мы делаем темп быстрее, у нас пальцы начнут путаться, и получится какая-то наханалия. Поэтому сразу учимся играть правильными пальцами арпеджио. Также следите, чтобы ваши пальцы не убегали далеко от струны, когда они ее сыграли. То есть... Так играть не надо. Если вы уже сыграли струну, верните палец обратно. То есть вот так вот неправильно. Когда у нас пальцы далеко уходят, то есть у них появилась какая-то ненужная амплитуда. Все пальцы, даже когда мы сыграли нужную струну, вернулись обратно. Они уже готовы сыграть заново. Видите, что все очень близко. Теперь возникает вопрос. А как же отработать-то мне арпеджио? Для этого существует несколько упражнений, и они все очень простые. Для начала мы должны понять, что не нужно играть все одним пальцем. Это мы уже поняли. Теперь нам нужно как бы привязать наши пальцы к определенной струне, за которую не отвечают. Вы можете поставить позицию и просто начать играть. То есть вы можете играть простые арпеджио. Естественно, все в медленном темпе. Начинаем учить все в медленном темпе, когда я понимаю, что у меня все получается. Начинаю ускорять. То есть не нужно играть сразу, чтобы у меня пальцы запутались. Отработали правую руку. Подсоединяем самые популярные аккорды, которые я знаю. И когда вы уже освоились в простых арпеджио, переходите к сложным. То есть вы можете на листочке написать схему из четырех струн. Допустим, 4, 2, 3, 2, 1. Сначала ее поучите отдельно. 4, 2, 3, 2, 1. И уже постепенно, постепенно прибавляйте темп. Разбор на укулеле. Также следите, чтобы ваши пальцы не вырывали во время игры струны. Я понимаю, что укулеле это струнощипковый инструмент, но не нужно переусердствовать. То есть что бы ни было. Не нужно вырвать так струну. Играйте мягко подушечками, вот предподушечками пальцев. То есть мы помним, что мы играем не ногтевой пластины, мы играем предподушечкой пальцев. Допустим, мы берем простой арпеджио, и наша задача его отработать. Я взяла восходящий арпеджио, то есть от четвертой к первой. И моя задача предстоит плавно вести каждую струну, и чтобы ни одна струна у меня не выбилась, чтобы у меня не получилось. Да, вот допустим, третья струна у меня прозвучала громче, чем все остальные. Так не должно быть, если у нас не стоит такая задача выделить какую-то струну. Если нам нужно просто отработать перебор, мы плавно играем. Так же, как и в бой, мы можем делать динамику и акценты. Допустим, я сейчас сделаю акцент на четвертой струне, а остальные струны я сыграю тише. И получится. Так же я могу, допустим, сделать крещендо. Как же играть одновременно арпеджио и аккорды? Все очень просто. Берем так же самый простой перебор по другому арпеджио и в медленном, медленном темпе играю это с аккордами. И все это хорошо соединить у меня получится только в том случае, если я хорошо отдельно ориентируюсь в каких-то аккордах и так же не задумываясь играю правой рукой. Так же существует арпеджио, где не задействованы все струны. Допустим, я могу играть только на нижних трех. И во время этого у меня не участвует четвертая струна. Положение руки у меня может сохраниться такое, как я поставила первоначально, то есть с большим пальцем на четвертой струне. Во время этого я не буду играть большим пальцем, я буду играть указательным, средним и безымянным. Но так же я могу всю эту конструкцию опустить на одну струну вниз. И получится, что за третью струну у меня будет отвечать большой палец. Разбор на укулеле И теперь я понимаю, что нельзя играть все струны одним пальцем, но можно сыграть одним пальцем соседние струны. Допустим, у меня есть вот такой вот перебор 4, 2, 3, 1 И как раз вторую и первую струну я могу сыграть средним пальцем. То есть они же ближайшие струны, мне не нужно так сильно тянуться, как бы я это делала указательно. И получается По идее я могла сыграть безымянным пальцем, но так как это соседние струны и мне удобнее, то я могу сыграть вторую и первую струну одним пальцем. Но для начала, чтобы так уметь играть, нужно научиться играть правильно, чтобы нарушать правила. Нужно научиться ставить руку в правильной позиции. То есть теперь вы понимаете, что можно играть не только бац и туда-сюда по струнам мелодиям, но и сыграть что-то лиричное и вокаличное. Вот и все. Вот и все на сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите просто сказать, что Дарья, ты такая супермолодец, спасибо, что объяснила мне эту тему, то, конечно же, пиши все это в комментариях. Я желаю вам успехов в освоении этого инструмента, но меня по-прежнему зовут Дарья. Увидимся в следующих роликах. Пока!